Теперь перехожу уже к разговору с Алексеем Исаевым, с которым обычно мы ведь говорим о разного рода сражениях, да, у нас такая была, Исаев был как главный специалист по отдельным сражениям Второй мировой войны. Алексей, сегодня у нас какая-то другая тема, такая более общая, это состояние наших военных архивов, и я бы даже сказал не состояние их физическое, да, а с точки зрения их доступности. Собственно говоря, архивы интересны и нужны тем более историкам, да и не только историкам, но и широкой общественности, когда они доступны, когда они закрыты, их состояние, наверное, мало кого волнует, кроме тех, кто их сохраняет. Первый вопрос. Давайте такой я вам первый вопрос задам, у меня там более специальный есть, а я вам задам совершенно общий. Вот вы, как историк, безусловно, заинтересованы в работе с архивами, иначе я думаю, что нет историка без работы с архивами. Вот вы, как историк, удовлетворены тем, как обеспечивается ваша работа в архивах с документами, относящимися ко Второй мировой войне? Ответ будет, пожалуй, неожиданным. Да, удовлетворённый. Я могу сказать, что за последние примерно 10 лет, которые я работаю в архиве, у меня сейчас обороны подоль, ситуация непрерывно улучшалась. Если раньше мы выписывали всё в тетрадочку, которая потом проверялась на предмет каких-то порочащих чего-нибудь сведений, и вообще эта тетрадочка номеровалась, проштемпелёвывалась и хранилась до самого конца исследования в коробочке вместе с делами, то сейчас доступна работа с компьютером, и круг доступных материалов, он постоянно расширялся. Поэтому я могу сказать, что я доволен, хотя я отдаю себе отчёт, и я регулярно сталкиваюсь с тем, что заказывая что-то, мне это не приносят, говорят, секретно. То есть с этим я сталкиваюсь, но я пока это принимаю как данность, потому что меня устраивают объёмы, которые и так доступны. Я понимаю, что мне даже их хватит до конца жизни. Действительно, неожиданно, потому что улучшается-улучшается, но ещё не улучшилось до идеального состояния. Тем не менее, огромный шаг вперёд был сделан приказом 181 министра обороны Сердюкова, который приказал рассекретить всё, касающееся войны. Это был 2007 год. И действительно, очень многое сразу открылось одним чёхом. Когда мне нужны были потери под Сталинградом на определённом направлении, они были секретны. И приказ вышел, и буквально через пару месяцев я это взял и использовал в очередной книжке. И то же самое касалось очень многих других дел, которые я раньше с грустью смотрел на штампики секретно. Я их реально брал, получал, невзирая на эти штампики, и мог использовать в работе. Хотя, да, есть группы, которые для меня являются главной загадкой, почему они секретны. Когда секретно, например, я многократно говорил, средства массовой информации в связи с недавним, так сказать, информационным поводом по архиву. Например, ВДВ. Мы об этом ещё поговорим. Да, воздушно-десантные войска. Или, например, танковое управление, главное, автобронетанковое управление. Там секретно испытание танка Т-50. Их выпущено было 50 машин. Они все или сгорели, или были разобраны на металлолом, или стоят в финском музее Парола, и у нас в Кубинке оставшиеся экземпляры. Почему это секретно для меня является тайной. Или, например, недавно была попытка взять некие документы по поставкам иностранной техники. Что-то дали, что-то не дали, сославшись на секретность. Но при этом подчеркну, что меня ситуация устраивает ввиду того, что это не воспрещает мне работу по общим темам, а только затрудняет её. Потому что информация по общим темам, таких как Сталинград или советский ВВС, первый год войны, как они есть. По ним информации масса, она многократно дублирована. И то, что я не смог получить одним путём, ту же информацию я могу получить другим. Поэтому, говорится, бить в колокола и падать, и биться, и кричать «дайте, дайте мне оставшийся секрет», я считаю, на данный момент это нерационально. А почему? Ну, нерационально я могу ещё понять, потому что это бесполезно, если вы так считаете. Нет, это не бесполезно. Но, с другой стороны, я думаю, что интерес любого историка, не только войны, историка, занимающегося историей, скажем, разными периодами истории, это всё-таки получить доступ как можно большему количеству материалов и документов. И почему не кричать об этом, почему не требовать? Тем более, если я правильно понимаю, то вот эта ситуация с военными архивами, она противоречит просто государственному закону, государственной тайне. Ну, как сказать, я как практик, опять же, я понимаю, что для ответа на вопрос некий, документы, они нужны не абстрактно, они, как говорится, нужны в салат. И для ответа на этот вопрос, я этот ответ на вопрос и так найду. Найдёте. За счёт широким вычёсыванием, да. А, на мой взгляд, получается такая ситуация, на самом деле, это как раз-таки, может быть, ухудшает картину в целом, что людям, определённому кругу лиц, выгодно присутствие секретных документов, отсутствие доступа к некоторым. Поскольку они могут построить некую завиральную теорию и... Да, а в чём выгода, кстати? Элементарно. Они построят завиральную теорию, и когда им говорят доказательства... Историческую некую версию. Да. А где доказательства? Они говорят, архив закрыт. Ребята, доказательств нет, я сердцем чую, что это так, но архивы закрыты, и поэтому я не могу это доказать. И вот такая ситуация, да, она громче всех, на мой взгляд, кричат о закрытости и секретности, как раз две категории для лица. Но то, что вы сейчас сказали, это ещё дополнительный аргумент в пользу раз секретности. Да, этот процесс идёт непрерывно, и, в общем-то, основная работа архивных работников, она заключается именно в истремлениях. Вот я, например, на прошлой неделе был на приёме у начальника архива в Подольске, у Пермякова, полковника, и он мне вполне определённо сказал, что мы заинтересованы в снижении грифа секретности этой работы, идёт непрерывно. Другой вопрос, что, опять же, какие-то центральные управления, есть фондообразователи, которым всё равно, по большому счёту, какой-нибудь там ВДВ, ГАПТУ, и, может быть, всё равно, открыто это или не открыто. Или, например, по Афганистану. Я просто, так сказать, из личного... По Афганистану, в смысле, по... По Афганистану, войне, в Афганистане, да. Я поинтересовался, у вас, говорю, лежат документы по Афганистану, я ещё раньше, где-то год назад интересовался, мне ответили сотрудники архива, да, лежат, но, чтобы получить к ним доступ, нужно у фондообразователей, грубо говоря, у наследника, там, 40-й армии, кто является, я, честно говоря, даже сейчас затрудняюсь сказать при нынешних реформах, получить разрешение на доступ... А что же фондообразовательный наследник? Это что, частный юридический... Ну, частный, это подразделение Министерства обороны, да, то есть, например, в ВВС есть военно-воздушные силы, есть фонд штаба ВВС, и, собственно, архивные работники, они имеют право рассекречивать до фронта включительно, а всё, что выше фронта, то есть, более верхней инстанции, это занимает фондообразовательный, то есть, приезжают дяденьки из ВВС, ГАПТУ, и начинают перебирать дела, и по тем или иным критериям выставляют флажки секретаря. Для меня эти критерии являются, честно говоря, тайной, я пример приводил 150, и это воспринимается как данность. Ну, потом, вы действительно, вы правы с той точки зрения, что безумное количество реформ прошло с тех пор, ну, даже с Афганистана, и уже найти, кто чей там наследник... Ну, наследник, там сложный... Или при всех реформах передаётся наследство. Да, нас по наследству передают, другой вопрос, что вот эти люди из наследника, они, может быть, у них просто... Это физические авторские права на архивы. Ну, это не авторские права, это некое право на выставление галки «секретно» или «несекретно». То есть, они сами не решают, фондообразователи решают. Да, они не решают судьбу документов, из-за чего было беспокойство недавно, и оно было разъяснено очень чётко и начальникам архива, и лицам Министерства обороны. Судьбу документов эти фондообразователи не решают, они не имеют права сказать, это не представляет исторической ценности, отправьте это под нож или в топку. Они могут только сказать «секретно, не секретно». И многое рассекречивалось, а что-то осталось на секретном хранении по таким вот расплывчатым критериям. Но, Алексей, у меня есть ещё одно возражение. Вот когда вы сейчас говорили о том, даже о своей удовлетворённости работы архивами, вы называли только один архив «Подольский». Это архив Министерства обороны. Но известно, что материалы и документы, относящиеся ко Второй мировой войне, к Великой Отечественной войне, они хранятся во многих архивах. Да, помимо Подольского архива, существует архив ФСБ, КГБ, бывший КГБ, бывший НКВД, где очень много материалов, как я понимаю, времён Второй мировой войны. А как там дела обстоят? Существуют, кстати говоря, ведомственные архивы по санитарной части, да, по-моему, или их уже передали в Подольске. По госпитале и прочее, они всё в Подольске. Ну, тем не менее, да, существует Государственный архив литературы и искусства, где, я подозреваю, тоже хранятся некие документы. Они не потому что они секретные, да. Я имею в виду, что, во-первых, эти документы сильно распылены по разным ведомственным архивам, и некоторые архивы, ну, если военный архив более-менее шаг за шагом себя раскрывает, то я так понимаю, что архив ФСБ ведёт себя отнюдь не так. Ну, архив ФСБ как раз отличился тем, что, отличился в позитивном смысле, подчеркнул, что издал целый ряд сборников документов. Да, это, да, да. Нет, конечно, про что они делают, безусловно. Те коллеги мои, которые обращаются к ЦАФ ФСБ, они в целом удовлетворены его работой. Хотя понятно, что в силу неких таких специфических особенностей ведомства могут быть сложности. У меня не возникало необходимости обращаться к ЦАФ ФСБ, ну, хотя бы по той простой причине, что то, что мне надо, оно там отсутствует. Потому что, например, следственное дело генерала Пататурчева, который командовал дивизией в мехкорпусе в 1941 году, и там дивизия сгинула, он попал в плен. Его после войны, так сказать, он умер в тюрьме. Чтобы подробности, вот это просто сказано, что дело было уничтожено в своё время. Ну, видимо, в связи со смертью последственная. Поэтому мне туда повода обращаться не было. Есть ещё, например, такой архив, как РГВА, Российский государственный военный архив. Там хранится всё до 1941 года. Там у них есть финская коллекция по финской войне, материалы. В том числе 1939-1941, то есть в том числе Вторая мировая война. Нет, Вторая мировая война обрывается у них, точнее, она у них не начинается, у них фонды заканчиваются 1 января 1941 года. То есть если дело было начато ещё в 1940 году, оно имеет шанс к ним попасть. Но вот всё, начиная с 1 января 1941 года, не с 22 июня даже, оно всё попало в Подольск. Это такое разделение было принято ещё в давние времена. И у них тоже были секретные фонды. Не знаю, остались ли они сейчас, потому что я в силу сферы интересов к ним не обращался. Но в своё время у них была ситуация даже хуже, чем в Подольске. По финской войне были засекречены корпуса армии, не говоря о фронте. То есть дивизии можно было брать без ограничений. Мне нравятся историки, которые всем довольны, но при более подобных разговорах... Нет, у меня есть моя сфера деятельности. Вот есть там, я могу чётко сказать, что занимаюсь я там по Беларуси 1941 года, Прибалтике, Украине 1941 года. Уровень доступности на интересующийся мне вопрос, почему произошло то или иное событие, я получаю. По Сталинграду, по Болотону, по Берлину нужные мне вопросы, они освещаются. Вопрос в том, что если ставятся некие более узкие вопросы, например, кто-то ищет своего родственника, кто больше всего расстроен тем, что закрыто. Потому что иной раз цепочка поиска родственников может пролегать через несколько документов, которые секретны, и всё. И вот эта цепочка, она разрывается из-за недоступности некоторых зреньев. И, собственно, один из людей, который активно боролся, и в том числе едва ли не судился с министерством, по-моему, даже судился с министерством обороны, такой, Рамзашвили, человек, известный в узких кругах, он искал своего родственника. И вот у него была именно такая ситуация, когда он в процессе вот этого выстраивания цепочки уперся в стену секретности. Я вас, извините, перебью, потому что там очень много проблем с выявлением. И просто на вашем месте уже не один раз сидел генерал Кириллин, это начальник управления Министерства обороны по вековечной памяти, там какое-то сложное название, но по смыслу это. И надо сказать, что они делают очень благородное и правильное дело, создают вот этого БД-мемориал. Это как-то объединённая база данных, если я не ошибаюсь. Вот мемориал, где, в общем-то, каждый человек может найти своего родственника или кого-то там знакомого. Но это историки и пользуются, на самом деле, тоже. Да, да, ну историки, разумеется, да. Но там очень много проблем. Причём проблем такого, в том числе, этического даже характера. Потому что, например, мне как рассказывал генерал Кириллин, у них возникла проблема с тем, что там что-то противоречило закону о частной жизни, о сохранении тайны частной жизни. И кто-то из родственников там не хотел, чтобы что-то такое там фигурировало вот в этих данных и так далее. Там свои проблемы. Но, несмотря на них, они как-то, надо им отдать должное, они продвигаются. И, насколько я знаю, они сейчас даже хотят перейти на сбор данных по Первой мировой войне и даже по Отечественной войне 1812 года. Ну, это вот такая просто врезка небольшая. Действительно, я, например, когда разбирался с Керченской феодосийской операцией, там был один командир катера, который струсил и повернул назад в базу. И он нашёлся в АБД-мемориал. И нашлось, что он там отдан под трибунал и прочее. То есть, вся эта информация, она действительно хранится. И, действительно, для поиска отдельного человека можно упереться в стену. Но когда имеется масса реально просто, как говорится, десятки и сотни дел, я даже понимаю, что при работе над очередной книгой я даже не переварю физически ту массу материалов, которые есть по той или иной операции. Я понимаю, что придётся с тобой возвращаться. Хорошая общая. То есть, логика такая. Вы нам дальше не рассекречиваете, потому что того, что есть, мне вот так вот хватает. Нет, ну, я просто говорю, как практик, реальную ситуацию вещей. Потому что я знаю, что иной раз надежда на то, что вот откроют сейф, достанут там пару дел, и всё станет ясно, она иллюзорна иной раз. Потому что и вопросов только больше может возникнуть, которые потребуют всё того же вот этого вычёсывания с самого низа. Из того, что вы сказали, родилось очень много вопросов. Но один, я думаю, что я успею задать до нашего перерыва середины часа. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что вы там занимаетесь в том числе 41-м годом на Украине, да? Да. И в Прибалтике. То есть, это, видимо, вам никуда не деться, приходится работать с украинскими и прибалтийскими архивами. Нет, мне достаточно... Да, только достаточно... Нет, мне приходится работать с... Я имею в виду, какая там ситуация. Нет, какая там ситуация. Там, опять же, есть архив, например, местных органов безопасности. И недавно они издали книгу, которая получила прозвище «Кубометр знаний». На русском языке огромной толщины, куча материалов по... Это кто издал? Это, по-моему, их архивная служба. Их чья? Украина? Украинская архивная служба издала вот этот «Кубометр знаний». Там, в основном, документы местного НКВД с описанием состояния механизированных корпусов и прочее, прочее. В Беларуси тоже есть народный архив Республики Беларусь. Они тоже недавно издали прекрасный сборник «Начало». Беларусь вообще... Я не знаю, что на Украине, но в Беларуси я там бывал пару раз, в том числе на сборищах историков. Очень интересно все, что касается истории войны. Это просто такое замечание. Ну, вот они издали, действительно, толковый сборник. У меня необходимости обращаться к их архивам не было, но, тем не менее, из этого сборника я подчеркнул интересную информацию. Мне больше, так сказать, актуальны оказались немецкие документы. Это из Соединенных Штатов и из Фрайборга. То есть вы там ни в Беларуси, ни в Украину, ни в Прибалтику не ездили специально для работы с документами? Да, и вот на места боев я ездил. То есть вот на Украину, те места, где, как говорится, вы видите своими глазами. То есть вы не в курсе, насколько это там? Насколько я знаю, там у них особой секретности нет. И более того, про Украину мне тут недавно, опять же, в Подольске, взяв за углиц, рассказали историю про то, как было заказано в 60-е годы колоссальный объем документов из Америки, из Германии, трофейных немецких, для выяснения подробностей по партизанскому движению. Они до сих пор частично переведены и есть в Киеве. То есть вот эта история, она очень такая, я бы сказал, загадочная для меня и интересная. То есть если я поеду в Киев, то я один из первых дел, который, это пойду в архив, мне там дали координаты, как этот архив называется, и спрошу, действительно ли это так, и как это все можно потрогать, пощупать. Но у них, опять же, остались документы, в основном то, что называется социально-политической историей, это такой обтекаемый термин, тутти-фрути, всякая-всячина, и в основном это местные НКВД. Так что там может быть что-то интересное. А там тоже, так сказать, вот эти архивы ходят по ведомствам, я имею в виду часть, там в местном, я не знаю, как у них называется, службе безопасности. Да, да, насколько я знаю, у них есть отдельный архив Министерства обороны, отдельно вот в беспеке, то есть службе безопасности, так сказать, наследнику, дальнему родственнику КГБ, НКВД и прочего. У них, да, у них есть такое разделение, опять же, насколько я могу судить по ссылкам, когда открываю вот этот кубометр знаний, смотрю там внизу ссылочки на документы. Дмитрий из Екатеринбурга нам пишет, снятие грифа секретности с архивных документов может испортить отношения со странами СНГ и ДР, ну, со знаком вопроса. Как это учитывается при засекречивании? Как вообще у вас ощущение, что этот фактор играет какую-то роль? Нет, пожалуй, что нет. И тут именно личная тайна, она в большей степени влияет. Я уж не знаю, насколько широко ее толкует, эту личную тайну, но тем не менее, всякие вопросы по трибуналам, чрезвычайным происшествиям, это первое, на что ставят гриф секретный, что не дают. При этом, на самом деле, ситуация парадоксальная, так как при желании, при прочесывании сразу большой массы, куча имеется разбросанных по разным делам документов, где масса компромата с указанием фамилий и подвигов, в кавычках, людей, в том числе душераздирающая переписка с особыми отделами. Так что, наверное, раз это так чисто для себя, из любопытства почитать бывает любопытно. Ну, а все другие вопросы, касающиеся архивов Второй мировой войны, Алексею Исаеву я задам после небольшого перерыва. ...эхо Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы». Еще раз приветствую нашу аудиторию, радийную и телевизионную программу «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. В гостях у нас историк Алексей Исаев. Говорим мы в архивах вообще и об их доступности в первую очередь. Алексей, ну вот до нашего небольшого перерыва, да, я должен вам еще, сейчас еще, чтобы не забыть, я сразу нашей аудитории напомню несколько цифр. Плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот семьдесят, сорок пять, сорок пять – это для ваших смс-ок. На сайте радиостанции «Эхо Москвы» веб-трансляция, она не прерывалась, собственно говоря, даже во время нашего небольшого перерыва. И сетевизор. А сетевизор – это любой компьютер, а также айпэды, айфоны и все, что на платформе Google Android. Я уже это говорю, такие непонятные слова, но уже запросто, как будто я каждый день вообще только этим и занимаюсь. Тем не менее, я думаю, что кому надо, все все поняли, Алексей, мы с вами продолжаем беседу. Ну вот, до перерыва я успел задать вопрос о состоянии архивов, ну, в основном страны СНГ, с которыми вы работаете, или в какой-то степени, да, там Украина, Прибалтика. А, кстати говоря, там смс-ки приходили. Да, чтобы не забыть, как же я забыл, что помимо смс-ок, еще же Твиттер, Твиттер-аккаунт вызван, вызван через YZ. Так вот, я то ли через Твиттер, то ли через СМС, много таких вопросов тоже пришло. Это состояние архивов, доступность архивов для историков немецких. Насколько я знаю, для иностранцев вообще, и в частности для немцев, это довольно долгая процедура, в отличие от граждан СНГ. Но, тем не менее, до наших архивов они добирались, хотя и с трудом. То есть, я не знаю, с чем это связано. Это ваш доступ к немецкому. А, это вообще вопрос исключительно в деньгах. То есть, можно, никакой секретности по трофейным документам нет, и главный вопрос это то, что надо покупать оптовую партию, то есть, ролик некую, тысячу кадров, который может быть нужных, допустим, 200 за 130 долларов в Соединенных Штатах. В Бундесархиве там тоже довольно такая запутанная процедура доступа, но благодаря своим друзьям из Германии я, можно сказать, достаточно интенсивно работаю. Да, это все платное, и здесь основной… Да, платное, видимо, такое, доступно платное. Ну, как сказать, иной раз там к серокопии 1 евро за страницу. Если знаешь, что тебе там нужны именно 10 страниц, это одно, и когда есть возможность поискать. А так, с иностранными архивами только вопрос денег. При этом приходится довольно много брать. Ну, не только вопрос денег. Я вам сейчас просто назову один архив, который все никак не могут открыть. Для меня это, кстати, тоже загадка, чего англичане там чудят. Это я имею в виду дело Гесса. Ну, как, дело Гесса очень много открыто, и Городецкий был первым, кто вбросил информацию по Гессу свежерассекреченную. То есть, вот вышла книжка с неудачным названием, там, касающаяся Ледакова, свора, на самом деле, очень толковая по сути. И там была практически поставлена точка на деле Гесса со ссылками на британские документы, рассекреченные по делу Гесса, там, по-моему, через 50 лет после произошедшего. И вот в 90-х вышла книга Городецкая, у него там масса ссылок именно на британские архивы. И она опровергла многие конспирологические теории по поводу вот этого полета и последующего пребывания Гесса в английском плену. Но, тем не менее, очень многие историки говорят, что дело до сих пор закрыто. Нет. Что многие документы этого дела закрыты. Что это может быть закрыто, но, скажем так, прямого упоминания о том, что вот это мы не можем сказать, потому что это закрыто, у Городецкого нет. Его книжка даже выложена в интернет, каждый желающий может ознакомиться с этой главой. И, поверьте, там масса ссылок именно на первичные источники. И более того, так сказать, изданные у нас книжки в то же время Петфилда по Гессу, они фактически были догадками, которые опровергаются документами. Поэтому, действительно, с некоторой стороны могут текущие архивы закрывать. Но вот то, что меня интересуют, это вот немецкие документы, тут все открыто, и там масса полезной информации, как вот и допросы пленных, и оперативные документы. Они здорово меняют картины. Ну, вы мне тогда скажите, вот с другой стороны, вы говорите, что там с архивами теми же западными, там никаких проблем нет. Ну, проблем денег только, да? Но почему у нас тогда ситуация, хотя она вас, еще раз иронично я вас подколю, она вас удовлетворяет? Ну, ну, в целом, в целом, да. Ну, не надо быть идеалистом, тут есть реалистом. Ну, хорошо, но будьте реалистом, идеалистом, кем угодно. Но кому это выгодно, кому надо секретить документы 70-летней давности? Тут вопрос не столько... Вы вообще, там что-то рациональное есть в этих запретах? Рациональный запрет, я повторюсь, насчет личной тайны, то есть, в первую очередь... Тайны частной жизни, да, личной жизни. Да, опасение вызывает как раз-таки некий компромат на людей, родственники которых могут быть живы, они сами могут быть живы. Это то, что касается рацио. А так, действительно, очень много иррационального, потому что я говорю, что испытания танка, которые... Все экземпляры уже сгорели на металлоломии или в музеях. Почему закрыто? Тут еще именно вопрос того, что медленно это все делается из-за всяких, так сказать, движений в вот этих вот верхних организациях, которые высшего уровня, которые обязаны посылать своих людей для рассекречивания. Может быть, с этим связано, но прямого запрета, вот некий точный критерий, что по этому критерию все закрыто, его выявить очень сложно. Потому что одна и та же бумажка может в одном фонде лежать открытой, а в другом закрытой. И это иной раз приводит, так сказать, в некое, так сказать, недоумение, что... А по какому критерию-то тогда это все обходило? Ставили все эти штампики. Естественно, в советское время, там, в 90-е годы очень густо, например, уставили штампиками секретности операции зимой 43-44 года на Западном фронте. Это когда пытались своротить группу армий-центр, которая в конечном итоге умерла под ударом Багратиона. Вот эти вот неудачные попытки ее своротить, там штампиков секретно, просто концентрация выше, чем по любому другому периоду. А вот, смотрите, здесь вот нас спрашивает Иван, школьник из Москвы. Раскрыты ли все немецкие документы по секретным разработкам, таким, как сверхтяжелые танки, там, Маус и Лев, реактивные самолеты, Мессершмит-262 и другие интересные объекты? Насколько я знаю, я просто не испытывал необходимости обращаться к этим документам для того, что масса книг издана, в общем-то, по первичным документам. По технике, по военной технике, по-моему, там секретов уже не осталось. По военной технике действительно так хорошо. Даже по ракетной. Да, даже по ракетной, все, что назахватывали, по крайней мере, всякие центральные организации, в том числе фонды Люфтваффе, по крайней мере, никаких препятствий к тому, чтобы их получить, я не вижу. И я думаю, что тут вопрос скорее в поиске, где это лежит, потому что это может быть разбросано по разным фондам. А так, тут я бы не советовал обращаться к первичным источникам, потому что технику, опять же, в силу специфики движения исторической мысли, ее давно уже осветили. И в том числе у нас даже в Ленинге есть книги по тем же реактивным самолетам и другой немецкой технике. То есть, тут действительно никаких секретов нет. Вопрос в том, что сохранилось, что не сохранилось. Потому что многое просто могло погореть в 1945 году. Дмитрий из Екатеринбурга. Снята ли секретность с Катынского дела? Ну, это несколько из другого. Это, если не ошибаюсь, архив президента, потому что в архиве Министерства обороны ничего по Катыни не было. Да, да, еще президентский архив у нас. Да, архив президента, из него недавно выкладывали. Или это, так же это может быть в ФСБшном, кстати. Да, ФСБ. Что-то оттуда достается и передается в полях. Да, достается, что-то выкладывалось в интернете, причем в виде фоксимиля. И что касается Катыни, то я в архиве Министерства обороны, так сказать, по просьбам трудящихся, достал ведомости Главного артиллерийского управления на наличие иностранного оружия. Оказалось, что иностранное оружие у нас было завалить. И если говорить технически, то расстрелять кого-либо, поляков, китайцев, японцев, иностранных пистолетов, не представляло никаких сложностей. И они имелись десятками тысяч штук, и боеприпасы с ними тоже имелись в избытке. И если кто-то желал бы получить регулярно, то, кстати, разные организации себе выписывали самый разный пистолет, видимо, для награждения, для личного пользования, множество всякой экзотики регулярно выдавалось. Вот так, и сказание вопрос. Вот такой уже к вам, такой профессионально рабочий. Был ли в вашей работе случай, Алексей, вам вопрос, что сведения из архива вас шокировали, ошеломили, удивили? Регулярно удивляют. Я бы сказал, что это происходит с завидной регулярностью. Это касается, например, когда читаешь мемуары, потом сравниваешь с документами, регулярно возникает состояние шока и ступора, насколько не соответствует. Вот вроде один и тот же человек писал документы в 1944 году или в 1942 году и мемуары 20 лет спустя. А написаны диаметрально противоположные вещи. А из того, что в недавнее время шокировало, это судьба одного подполковника, командира танкового полка, который попал в плен немцам в июле 1941 года. Я рассказал много разного, то есть, в общем, вел себя в плену, я бы сказал, кое-как. Все, что можно было рассказывать, рассказывал про командира корпуса Чернявского, который евреи плохо командуют. В общем, оттянулся по полной. И очень интересно оказалось выявить его судьбу по архиву документов. Оказалось, что человек каким-то неизвестным, непонятным образом оказался в 1942 году репатриирован. Как он умудрился попасть обратно в Советский Союз из немецкого плена в сентябре 1942 года? Ну, что называется, отступаем. Непонятно, как он попал. Репатриирован в 1943 году, получил 5 лет, их отсидел, вернулся к семье и поехал в Москву за себя хлопотать. И где-то там, что называется, на ступеньках Министерства обороны от сердечного приступа умер. Он был лет 46 на тот момент. Вот эта судьба человека, вот эти вот, так сказать, изгибы ее, они меня, честно говоря, шокируют, потому что это непонятно, каким образом человек таким замысловатым путем прошел свою судьбу. Ну, вот из Питера Оля, у нее своя версия того, почему не рассекречивают документы. Они секретные, пишет она, потому что их еще не откорректировали для вас. А много таких вот поправок каких-то вносятся или уничтожаются каких-то? Мне неизвестны случаи уничтожения. Более того, недавно, вот в связи с обсуждением вопроса о переезде архива до архива... Вот это была история, что писали, что там уничтожили очень много при переезде, при перевозке. Переезда, во-первых, пока не было, он только будет. И более того, пока передача архива в Подольске, она на далекую перспективу отложена в государственное ведение, то есть он по-прежнему остается ведомственным. И была такая городская легенда среди поисковиков ходила, что в 90-е годы жгли личные дела младших офицеров. Там на уровне лейтенанта, там, может быть, до капитана. И начальник архива полковник Пиромяков очень четко и быстро развеял эту легенду. Он сказал, что жгли, но жгли дубли. Из разных источников поступали несколько личных дел с идентичной частой информацией, собирали из них одно, остатки жгли. Поэтому с тех времен это единственная история, когда говорилось о том, что жгли. Она оказалась, в общем, фейком и городской легендой. И я не думаю, что когда-либо их будут жечь, поскольку действительно отношение к ним трепетное. И начальник архива, сотрудников, я не думаю, что будут жечь. А что касается корректировки, то это представляет слишком сложной и запутанной процедурой, чтобы их корректировать при передаче. Потому что всегда одна и та же информация, она многократно дублируется, проходит через несколько инстанций. То, что неизвестно на уровне армии, можно наскрести с дивизии и все вместе откорректировать. Я не думаю, что кто-то этим будет заниматься слишком дорогостоящие, ни к чему на мероприятие. По моему опыту, если разбираться с тем, как оно было на самом деле, правду, и с двух сторон балансировать информацию нашу немецкую, ничего такого уж страшного никогда нигде не происходило. Вот эти вот всякие рассказы про бросание в бой безоружными и прочие, на самом деле, они не имеют ничего общего. Действительность, она была иной раз жестче, но она всегда объяснялась рационально. То есть, всегда были рациональные причины для тех или иных событий. Понять эти рациональные причины, имеющиеся информацию... По поводу того, я вам хочу сказать, в каком состоянии бросали людей в бой. Я просто относительно недавно, где-то в начале этого года, по-моему, или в конце прошлого, ездил в Питер и делал большую беседу с Данилом Граниным, который был, кстати, добровольцем на войне. Он просто рассказывал один эпизод, он там много всего рассказывал, но вот один эпизод, это о том, как под Ленинградом они сидели в окопах, безоружные к вопросу. Потому что просто не было этого оружия, их там мобилизовали, или там они сами мобилизовались, но оружия не было. И оружие они скупали, в том числе обменивали на еду у отступавших красноармейцев. Ну, боюсь, что это уже на уровне... Ну, вряд ли вы хотите сказать, что это легенда. Да, я могу вам как контраргумент привести такой нейтральный источник, как допрос ополченца ленинградского немцами. Ополченец к ним попал в плен, они его стали допрашивать, он им рассказал, что ему выдали... Родина ему выдала винтовку, 60 патронов, противогаз, 2 обеззараживающих пакета. То есть, чем можно вести бой, его Родина снабдила. Может, во-первых, у всех по-разному могло сложиться. Но это конкретный, вполне конкретный человек, известна его фамилия. Это тоже конкретный, тоже известна фамилия. Да, спустя много лет. А тут человек по горячим следам, он, так сказать, через 2 недели после вступления в бой попал... Хорошо, не будем сейчас такие споры вести, но вот вопросы довольно интересные тоже от Владимира из Санкт-Петербурга. Скажите, пожалуйста, пишет он, есть ли документы под грифом «секретно», содержащие дезинформацию? И как вы можете разобрать, информация или дезинформация? Ну, как сказать? Вопрос в том, что считать дезинформацией. Информация, которую можно квалифицировать как ахинею, она в изобилии имеется в фондах разведотделов. Когда, например, описывая немецкие группировки, читаешь такое, что становится очень стыдно за наших разведчиков и за то, за их слепоту в условиях, когда у них там танковый корпус уже неделю на флоренте шарится, они о нем ни сном, ни духом немецкие. То есть, там 40 тысяч человек на автомашинах и танках. А дезинформация, ну, как сказать, например, есть, опять же, они не секретные дела о том, как велись дезинформационные мероприятия перед Курской дугой, когда там немцы пытались дезинформировать. Вот дезинформация, так вот, некие мероприятия по дезинформации, они как раз, ну, может быть, где-то, опять же, ввиду стечения обстоятельств они оказались под грифом секретным, но в основном их можно читать без всяких препятствий. Ну, да, это в основном, если и есть, то это относится к деятельности разведки, там, какие-то вот вещи. Да, дезинформация. Потому что, поскольку дезинформация, это было одно из направлений работы разведка. Опять же, если уж на то пошло, может быть, информация квалифицированная как вранье, когда люди, чтобы себя там обелить перед лицом начальства или оправдаться за что-то, врали и докладывали, наверное, неправду. Это тоже бывало, и это обычное дело, и, в общем-то, на самом деле, не только у нас. Ну, такое бывало, это просто реалии войны. Тут не надо... Максим из Москвы спрашивает, тоже такой вполне конкретный вопрос, а где можно найти мирные договоры СССР и Финляндии 20-го и 40-го годов? Если мирные договоры, то есть это политические акты, то это в архив внешней политики, да, ВП, на Арбате, да. Доступен? Не знаете? Ну, скажем так, я там был один раз, когда мне понадобились карты к переговорам 39-го года, августа, не с немцами, а с англичанами и французами. Они там не нашлись, но, тем не менее, я там побывал, но, чтобы туда попасть, понадобились некоторые усилия. Но, опять же, это усилие, захочет человек попасть, он туда попадет. То есть, немножко пообивать порогов, это вопрос именно не недоступности и полной закрытости, а именно вопрос желания-нежелания. То есть, также у меня есть коллега-историк, который вот захотел попасть и почитать соображения от 15-го мая, там, соображения от 11-го марта, в которые всякие советские военные планы предвоенные описаны. Он пошел, пообивал пороги. 11 марта, сейчас сразу вспоминают Японию, между прочим. Нет, это 11 марта 1941 года, один из таких знаменитых документов. Но, тем не менее, человек захотел получить эту информацию, он пообивал пороги и... И получил. Да, получил. А у нас, кстати, в отличие от Запада, у нас бесплатный доступ? Ну, как платный? Ну, тоже надо платить. Нет, я плачу только за пользование компьютером, поскольку в розетку втыкаю, строго говоря. То есть, за электричество? Ну, можно сказать, что за электричество, это просто за пользование ноутбуком. Ну, и, естественно, ксерокс тоже платный, причем в архиве Министерства обороны очень щадящие расценки. По крайней мере, там 10 рублей за лист А4, я считаю, это очень дешево. А там 1 евро. Да, там может быть 1 евро. Там 40 рублей. В 4 раза дороже. Да. Сколько исторических источников из рассекреченного вам удается ввести в научный оборот? Дмитрий Захтинбург спрашивает. Ну, как говорится, все, что нахожу, что вот я очень... Все и ввожу. Да, я стремился, например, получить информацию о Степном Вердене под Сталинградом, к северу от Сталинграда. Вот как только Сердюков разрешил, я побежал, взял и в книжке пропечатал, сколько потеряли войска, которые там бились в этом Степном Вердене. Потеряли много, но меньше, чем я рассчитывал. А вот здесь вот там еще вопросы-то все время приходят. Ну, какие-то конкретные вещи там, вот Тимисхан из Санкт-Петербурга спрашивает. А Свен Хассель – это достоверный источник. Но я хочу, так сказать, более широко, что ли, поставить этот вопрос. Очень много появилось литературы исторической. В том числе и якобы, или не якобы, документальный. Просто книг по истории войны. Вот вы заходите там тоже в Москву или в Библиоглобус, ты находишь там миллионы. Ну, не миллионы, конечно, но огромные... А вот в том-то и дело, что меньшая часть из них основана на архивных документах. Я как выбираю? Вот вопрос. Можно ли вообще доверять, в том числе, всем немецким мемуарам? Я уже не говорю даже про наши. Мемуары – это есть мемуары. Мемуары – это есть мемуары. Но вот знаменитая книжка, о, Господи, не Галдер, а «Разговоры за столом». Застольные разговоры. Застольные, да. Застольные беседы. Это, опять же, компиляция. Да. Там же много вопросов. Это фальшивка или не фальшивка. Вот у вас есть какие-то критерии, по которым вы пытаетесь, можете или можете, или пытаетесь определить, насколько это информативно или дезинформативно? Я список литературы смотрю и сноски. Я беру, например, книжку по Черному морю или по высадке «Большой десант» недавно, такая очень толковая, то, что я недавно прочитал, про высадку в Крыму в 1943 году. Так вот, смотрю источники, там есть архивные источники, есть там некий набор ссылок. Беру с соседней полки книжку Дайнесса про танковые армии, там только ссылки на советскую литературу и на недавно вышедшую действительно документальную книжку Шейн, то есть так опосредованно. Я одну ставлю на полку обратно Дайнесса, про «Большой десант» беру и всегда смотришь, вот есть сноски, если внизу идут, там само-цамо, там ЦВМА, то есть, ну да, это, скорее всего, документально. Но такую литературу, на мой взгляд, меньшинство. То есть, всегда открываешь, например, список литературы, видишь, там Васильева, кремлевские жены, книжка про войну, сразу грустишь и ставишь обратно, потому что, ну, из такого это не пишут. Это немножко другое. Да, это немножко другое. Алексей, давайте успеем еще ответить на вопрос школьника из Москвы, Ивана. Я считаю, что раз школьники интересуются такими вещами, надо их поощрять. Мне кажется, пишет Иван, что сейчас в наших архивах больше всего закрытого материала по 1941 и 1942 годам. Так это? Нет, не так. Говорю, что гуще всего бы уставлен январь, февраль и до апреля 1944 года на Западном фронте. По 1941 году их мало осталось документов, и там секретного, я вот не припомню, чтобы я упирался во что-то по 1941 году из оперативных документов секретного. Там в основном как раз это открыто, и проблема скорее в отсутствии информации за, во-первых, низкого уровня ведения, и, во-вторых, потери. Мы завершаем нашу программу.